Всем привет! Сегодня будем говорить об алкоголе, а именно о его влиянии на организм. Ну, не знаю, так глубоко, наверное, вникать не будем, поэтому обсудим самые такие интересующие нас моменты. Можно или нельзя его принимать при занятиях спортом. Вот, и прочитаем мы тут одну статейку с сайта. Вот, и посмотрим, что же нам там пишут. Так, а где же? А вот и статейка, значит. Алкоголь, спирт этиловый. Тут у нас введение такое есть, если не решила. Вещество, имеющее угнетающее влияние на центральную нервную систему. То есть, по сути, это наркотическое вещество является. Вот, напоминает эффект средств для наркоза. Кроме того, спирт этиловый обладает выраженным антисептическим действием. Систематическое употребление алкоголя внутрь в виде спиртных напитков приводит к появлению зависимости и развитию хронического заболевания, которое называется алкоголизм. Ну, как любой другой наркотик, токсин, он вызывает зависимость. Человек потом беспробудно бухает, уходит в запой, постоянно пьет пиво, там, вино, если он там зависит от личных предпочтений. Но, в основном, конечно, без алкогольных напитков уже потом просто вечер не обходится. Читаем дальше. Алкоголь известен человечеству на протяжении тысячелетий. С глубокой древности наши предки умели изготавливать алкогольные напитки, которые использовали на празднество, военных действиях и спортивных соревнованиях. А часто и просто так, для удовольствия. Ну, сегодня мы видим легори постоянно, бухают, блин, просто с самого утра уже заливают глаза. То есть наркоманы. Вот. Однако, почти во всех странах отрицательно относились к людям, злоупотребляющим смертными напитками. И вся история пестрит на... так, пестрит сменой полного запрета и ослабления условий приема алкоголя. В большинстве случаев эти запреты, наоборот, способствовали подпольному изготовлению и употреблению алкоголя, как это было во многих странах Европы, США, относительно недавно, при Горбачеве, в бывшем СССР. Вот вам и доказательства. Отмените алкоголь. И что народ будет делать? Он будет его, блин, гнать в подвалах. Он будет вообще, там, подпольные, блин, ЦК устраивать. Дома у каждого будет стоять самогонный аппарат, будут браку пить. Ну, что, это не наркота? У людей зависимость. Они будут бухать постоянно. Вместо того, чтобы заняться спортом, еще что-то делать, там, делом каким-то заняться, они беспробудно начинают бухать. Вот, допустим, взять, отменить те же, блин, я не знаю, там, стероиды, еще что-нибудь. Народ их просто не будет принимать. Во-первых, их нет, ну, нет возможности их изготовить, потому что, ну, как ты сделаешь вещество? Для этого нужна технология. Вот. И единственный способ, там, купить где-то сырье, там, в Китае, там, и сварить, там, это самое, все это дело. Ну, это уже, блин. Это уже чересчур. Вот, я бы такую бодягу принимать не стал. Лучше уже, там, заниматься в натураху, ну, не пичкать себя всякой подпольной хреновиной, потому что хреново знает, что туда попало. Так, читаем дальше. С незапамятных времен спирт этиловый пытались использовать как обезболивающее средство при хирургических операциях, а позднее как антимикробное. И сегодня в медицинской практике довольно широко используется этиловый спирт вины. Вот, большой вклад в изучение действий спирта этилового на организм внесли Сеченов и Павлов. Так, и тут у нас еще есть раздел такой, алкоголь в спорте. Какие алкоголики спортивные, известно, его принимали. А среди таких у нас этот самый, кто тут у нас есть? За что-то как-то, фиг его знает, читать, не читать, короче, фамилии мне какие-то неизвестные. В основном это заграничные спортсмены. Так, ну, я тут зачту, конечно, за употребление алкоголя в спорте были дисквалифицированы Американские бейсболисты Ньюкомп, Дюрен, Канделария, Добби, американские хоккеисты, Хантер и Фрисер. Американские футболисты, Кей, Джордан, Джонс, Крамер, Холп, боксер Аквино, игрок в гольф, даже в гольф, кого-то там жахнули. Нормально. Прыгун в воду, Кимбл и другие спортсмены. Имеются факты, когда спортсмены, участвующие в соревнованиях по современному пятиболию, стреляли из пистолета в состоянии алкогольного пенея. Нормально, чисто обожрался, где-то глаза закосились. И зафигачил там какого-то невинного зрителя. Так, я знаю, что сейчас они, допустим, стреляли из пистолета. Так, известный случай, когда в состоянии алкогольного опьянения скончался хоккеист Линдер. Ну, это такое дело. Может, он и не от алкоголя там скончался, мало ли, там что-то мог удариться, там еще что-нибудь. Сердце слабое, допустим, не удержало. Ну, или он бухал, короче, беспопудно, там у него уже совсем уже того. В настоящее время алкоголь запрещен на соревнованиях в следующих видах спорта. В скобках указан порог его содержания в крови. Привыщение включения, ну, вот так. А где же у нас запрещено? У нас запрещено, значит, аэронавтики, боулинги, каратэ, стрельба из лука, современное пятиборье, автомобильный спорт, мотоспорт, водный спорт. А вот и модный спорт. Я не помню, только у нас в Федерации по полипитингу там, по-моему, тоже алкоголь запрещен. Как-то что-то там читал, там очень большой список, столько веществ и препаратов, что просто можно офигеть. Вот, никотин, знаю, точно, кажется, запрещен. Вот, хотя я абсолютно не вижу в этом опасности для спорта, как допинг. Что такое никотин? Никотин это фигня вообще, он там не особо-то и помогает, чем. Вот, алкоголь тоже. И читаем дальше. Алкоголь является типичным веществом наркотического типа действия. Алкоголь во всех его видах при приеме в адекватных дозах уменьшает тремор рук и применяется для повышения точности стрельбы. Стендовый, пулевой, из пистолета, из лука и других видов оружия. Поэтому в некоторых видах спорта, стрельба, современной пятиборье и другие используются спортсменами в качестве допинга в Федерации стрельбы. Алкоголь является обязательным компонентом допингового контроля. В то время как и в других видах спорта ему уделяется гораздо меньше внимания. Если спортсменам специализирующим в любых видах спорта необходим прием каких-либо лекарств, то следует обратить внимание на наличие алкоголя в лекарственной форме, то есть настойки. Например, настойки, да. Исключайте также шоколадные конфеты с ликером, коньяком, ромом и другими видами алкоголя. Ну, не знаю. Спирт этиловый обнаруживается путем анализа выдыхаемого воздуха или крови. Поскольку злоупотребление алкоголем приводит к развитию алкоголизма, а кроме того употребление алкоголя и спорт вещи несовместимые. Ну, тут еще можно поспорить. То запрет на применение алкоголя в видах спорта, связанных со стрельбой, вполне оправдан. Ну, здесь может быть. Вот. Какое мое личное мнение по этому поводу? Ну, здесь не все так однозначно, как с курением. Если курить можно, там сука влезет. В принципе, курива – это не самое такое вредное вещество, что ли, там, или предмет. Вот. Для личного удовольствия. Хотя тоже зависимость вызывает очень сильную психологическую. То с алкоголем, конечно, здесь проблема, потому что злоупотребление алкоголем портит не только результаты в спорте, но и проникает во все сферы нашей деятельности. То есть это семья, работа, бизнес, тот же спорт тоже. То есть когда ты алкаш, то к тебе все вокруг негативно относятся, и все у тебя потом в этом всем хреново, потому что. Вот. И я против зависимости алкогольных и против забоев, и постоянное употребление каждый вечер алкоголя, там, тот же пиво, там, вино. Ну, я сам иногда выпиваю, могу себе позволить, там, раз в неделю выйти, там, вина выпить или сидор. Но пью я, как правило, немного. Вот. Конечно, я же не железный, бывает, на такие моменты, когда просто, там, нажираешься, там, грызть. Вот. И сказать бы, в принципе, что это сильно, там, бед по результатам, нет. Ну, обезвоживаешься, да, там, на следующий день ты встаешь на 3-4 килограмма легче, но это потом очень легко все возвращается, причем к вечеру уже все, пачка такая, там, водичка зашла, уже весь такой хороший. Вот. И самое главное, я никогда в жизни не похмелялся, я считаю, что если ты похмеляешься, то это уже хана. Вот. Поэтому никогда не похмеляйтесь, почему я этого не делаю, потому что, чтобы было очень хреново. Вот. И когда тебе херово, ты потом очень долго не пьешь, потому что знаешь, что сейчас вот напьешься, потом утром будет бобок. Вот. Может, даже проблюешься. Вот. Поэтому. Выпивайте, но выпивайте редко и немного. Если уже так получилось, что вы нажрались, то не переживайте по этому поводу. Главное, чтобы это не было частым явлением. Вот. Так что можно принимать в умеренных количествах. Некоторый алкоголь даже, в принципе, будет какой-то полезен, там, допустим, тот же вино, ну, тоже вино. Но, вот, потому что там имеется, по-моему, актуаля аспальдинова, короче, какая-то там кислота, которая влияет, там, на сердечную, сердечно-сосудистую систему положительно. Вот. Но, вот так как, конечно, в дешевом вине, я думаю, вряд ли этой кислоты будет, потому что там порошок и всякая хреновина. Поэтому, старайтесь, пусть даже там недорогое вино будет, но чтобы оно было натуральным. Чтобы там были вот эти вот полезные вещества. Вот. Ну, думаю, я все, что хотел, сказал по этому поводу. Может быть, еще что-нибудь добавлю. Может быть, в комментариях отвечу что-нибудь, если вы там напишите, что-нибудь спросите. Вот. Также пишите под видео, что вы об этом думаете. Ну, вот свои соображения, кто сколько выпивает, на гульках, не на гульках, пиво пьет, там, еще что-нибудь. Делитесь своим опытом, ну, не алкоголизмом желательно. Ну, можно там что-нибудь написать, но лучше спортивным опытом делиться. Вот. И, там, допустим, какие метки вы не используете, там, при похмелье. Вот. Я, например, пью, там, этот самый, алкозельсер, там, таблеточки от головы, если сильно плохо. И, ну, нормально помогает. Потом встаешь, там, какая ручка, ничего не болит. И все замечательно. Так что, всем пока-пока. Ставим лайки. Вот. Пишем комментарии. И подписываемся на канал. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok